Не с вешалки, а с очереди. Этим утром начался оперный театр. Касса еще не открылась, а те, кто станет первыми покупателями, уже решают, на что пойти и кого пригласить с собой. На кону самые популярные спектакли, премьеры и лучшие места в зале. За солидную сумму не менее внушительный набор билетов. Первые среди первых сегодня семья Фрэнкелей. Заедлые театралы заполучили пропуск на лучшие спектакли для всех родных. Часа в два подошел брат, я его сменил в шесть утра. У нас родственники приезжают, мы ходим из Самары, то есть они просили заранее. Мы все ходим, радуемся. А чтобы не терять время, кто-то изучает афиши. Фаррида Бегишева подошла к вопросу тщательно. Я посмотрела солистов, какие приехали, и вот ищу в интернете отзывы. 36-й Шаляпинский фестиваль стартует 1 февраля с премьеры. Это опера «Набука» в новой постановке. В программе классические «Аида», «Турандот», «Борис Годунов», «Севильский цирюльник», «Пиковая дама». Всего 11 спектаклей. А в завершении масштабный гал-концерт 21 и 22 февраля. Человек бизнес делает. Вот уже идут слова, что это бизнес, а мы заложники. Не обошлось в погоне за прекрасным и без вездесущих перекупщиков. 100 билетов в одни руки. Касса парализована, но и у руководства театра связаны руки. Назачал столько билетов? Для организации нет. Ну, а на какой? Это не важно. Права у меня такого нет. Ограничивать зрителей в покупке билетов. Хоть сколько, понимаете? То есть иначе меня просто накажут. Так или иначе, билеты в продаже пока остаются. Даже цена с прошлого года не изменилась и начинается от 300 рублей. Самым дорогим удовольствием станет гал-концерт до 3,5 тысяч. Но театралы уверены, настоящее искусство ценится гораздо выше и уж точно стоит часовых очередей. Елена Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.